В этом году сотрудники холдинга установили новый производственный рекорд, выпустили миллионную тонну цемента с начала 2019 года. Ранее это знаковое событие происходило в первой половине июля, на этот раз на две недели раньше. Продукция Спаскцемента, Якутцемента и Теплоозерского цементного завода остро востребована на масштабных строительных площадках региона, поэтому рекорд – радостное событие для многих получателей. Продукцию ждут на судостроительном заводе «Звезда», на угольном терминале «Восточный порт», на магистральном газопроводе «Сила Сибири» в Якутии, на строительстве моста через Амур в Амурской области, на объездной дороге в Хабаровском крае и других стратегически важных объектах Дальнего Востока. Вспомним, что цемент холдинга «Востокцемент» поставлялся и на стройке объектов саммита АТС-2012, на строй площадки Золотого и Русского мостов, низководного моста Дефрис-Седанка, на строительство здания Международного аэропорта Кневичи, в те дни «Спаскцемент» работал без выходных дней. Рекорд – миллионную тонну цемента с начала года прокомментировал генеральный директор холдинга «Востокцемент» Алексей Сысоев. Подведение таких итогов является доброй традицией для нашей компании, ведь юбилейная отгрузка – не просто количественные показатели, а в первую очередь это результат колоссальной работы всех сотрудников холдинга, настоящих профессионалов и специалистов своего дела, которые потрудились на славу для достижения отличного результата. Нашу основную задачу – производство качественной продукции – мы выполняем стабильно и добросовестно. «Спаскцемент», Теплоозерский цементный завод и «Якутцемент» вносят значительный вклад в экономическое развитие региона и готовы трудиться на благо государства и дальше. Однако деятельность городообразующих предприятий и крупнейших налогоплательщиков, не имеющих задолженности по заработной плате и недоимок по налогам, оказалась под угрозой. 31 мая 2019 года Генеральная прокуратура через Басманны районы суд Москвы наложила арест на расчётные счета предприятий. Если работа заводов и поставки продукции прекратятся, остановится строительство основных объектов Дальнего Востока и без работы останется не только многотысячный коллектив «Востокцемента», но и сотрудники компаний, зависящих от поставок продукции. Олег Завьялов, Новости на Восьмом.